Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня хочу приготовить кесадилию. Это такая лепешка с сыром и с сыром и еще с чем-нибудь. Собственно, само название кесадилии происходит от кесо, сыр по-испански, и это уменьшительно ласкательное окончание женского рода. Я приготовлю с курятиной и парочку с картошкой. Они называются кесадили де папа в Мексике или кесадили депотата в Испании. Вообще, в Мексике иногда и сыр-то в эту лепешку не кладут, и лепешку часто используют не пшеничную, а кукурузную. Разновидностей много. Приступим. Так вот, я приготовлю парочку разных картофельных и одну с курятиной кесадили де пою. Пою по-испански цыпленок. Картошку надо оторить в подсоленной воде. В Испании в магазинах можно купить как курицу, такую суповую курицу по-испански эгоина. А можно цыпленка, бройлер, но понятно. Он называется пою. Если вдруг будете в Испании, в магазине покупать курятину, четче артикулируйте, чтобы не попасть в неудобное положение. Потому что пою – это цыпленок, а поя – с академической точки зрения – петук. Но чаще всего используется в качестве обозначения мужского полового органа. Так что аккуратнее с окончаниями неудобно может получиться. Да, в принципе, разговаривая на иностранных языках, нужно всегда быть аккуратным. К примеру, по всему миру продается Mitsubishi Pajero. Но в испаноязычных странах название модели пришлось поменять с Pajero на Montero. Mitsubishi Montero. Потому что в испанском слово Pajero произносится как Pajero или Pajero. А Pajero очень созвучно с испанским Pajero – птица. Казалось бы, что страшного. Однако у этого слова есть и другие значения. Опять же, все тот же самый пенис и ругательное обозначение гомосексуалиста. Поэтому компания Mitsubishi совершенно обоснованно посчитала, что модель с подобным наименованием вряд ли будет пользоваться уж очень большой популярностью в испаноязычных странах. Испанский язык – второе место в мире по распространенности занимает. Так что их можно понять. Лук с перцем слегка обжарил. Пора эту смесь в сторонку отложить. И на той же сковороде обжариваю курятину. Сразу и посолю, а то забуду позже. Такой вот экскурс в тонкости испанского языка у меня сегодня получился. Картошка уже сварилась. Курица тоже готова. Чтобы вкусы картофельники садили добавить, хочу еще и бекон обжарить вареного копченого. Одна кисадия у меня будет картофельно-луково-перечно-беконная, вторая – картофельно-луково-перечно-тунцовая и зеленым горошком. Короче, будет вкусно. Бекон уже дошел до кондиции. Можно начинать сборку. Картошку разделю на две части. Одну часть смешаю с беконом и луково-перечной штукой. А вторую – с тунцом и луково-перечной штукой, и горошек не забыть. Сыр выбирайте на свой вкус. Я аж четыре разных смешал. Все, что в холодильнике оставалось. Играет музыка И теперь с двух сторон на сковороде подрумянить. Пока процесс идет, соберу куриную кисадию. В мектике их иногда и на гриле готовят. А если используют не большие лепешки, а маленькие, то не складывают их пополам, а кладут начинку между двух лепешек. То есть лепешка, начинка, вторая лепешка и в таком виде – пам-пам – обжаривают или запекают. Запекают, в смысле, на углях. Вы уже определились, какая из начинок вам больше нравится? Напишите в комментах. Играет музыка Начну я с картофельной. Ммм, классно. Это картофельная беконная. Прекрасно представляет себе вкус картофельного пюре с беконом. Оно еще и сыра много. Сыра и с классной такой лепешкой. Просто здорово. Достаточно быстро. Особенно, если у вас картошка осталась запустена. Картофельное пюре со вчерашнего дня. Как в такое дело пустить? Вот такая штука. Так. Теперь картофельно-тунцовое. Я зеленый горошек положил, а потом подумал, что надо было, кроме горошка, еще и кукурузу положить сладкой. Кукурузу баночной. Был вообще вот так. Она бы еще сладости больше добавила. Потому что сладкий лук, перец, все это дело обжаривается, дает сладости. Но вот кукурузки, мне кажется, не хватает. Было бы неплохо. Ну и стандартная куриная. Я ее показывал уже на канале. Больше пряностей при обжарке лука и перца. То есть больше кориандра, больше зиры, больше острого перца. Вот эту я маленькую перчинку положил. Она очень острая. Будет вообще бомба. Ладно, дайте буду за кадром. Готовьте такую штуку. Она простецкая. Начинки на ваш вкус. Положили все. Сыра побольше положили. Горячее, будто бы все знаем. Обжарили с двух сторон до румяной корочки, чтобы она слегка похрустывала. И в путь. Огромное спасибо за компанию, за лайки, за дизлайки. Если что-то не понравилось, не стесняйтесь в виде дизлайк. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok